Добрый день! Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе Торы Эмор. И очень интересно, что в конце главы Эмор произошел невероятный случай. Один из четырех, когда Маши не знал, как поступить. Значит, один из этих случаев, вот человек, который оскорблял имя Всевышнего, вот тот случай, который мы сейчас считаем. Второй такой случай был, когда собирал человек хора в субботу, Маши не знает, как поступать, обращается ко Всевышнему. И есть у нас случай с дачемлицом Хада, Маши не знает, как поступить, обращается ко Всевышнему. И у нас есть еще случай, когда люди обратились, потому что они были нечисты и тоже хотели исправить Песах, а в нечистом состоянии было нельзя, тоже обратились, когда Всевышний отвечает, что это нужно сделать 14-го идиара. Что же произошло в нашей недельной главе? Значит, написано, что вышел сын израильтянки, он же сын египтянина, среди сынов Израиля, и ссорились сын израильтянки, с израильтянином, сын египтянина этот, и сын израильтянина, и оскорблял, или проклинал этот сын египтянина имя, и послили его под стражу, Маши не знает, что делать. Что же произошло? Написано, что его мама была, ее звали Шаламид Дождь Деври из колена Дана. И она была из болтливых женщин, которая всех приветствовала, знакомых, незнакомых, шаломбом, так говорила она, смеялась, в общем, вела себя не по еврейской морали. Ее муж, звали его Аверам, он был еврейским надсмотрщиком. Пришел египетский надзиратель гнать его на работу, и тут Шаламид ему говорит, шалом, и он подумал, что она хочет его. Он погнал мужа на работу, а сам вернулся, под видом мужа, и она с ним волей-неволей переспала. И Всевышний скрыл от нее, не защитил ее, потому что она вела себя очень неправильно. Когда Аверам шел с работы, он увидел, как египтянин выходит из его дома, и он понял, что произошло. И египтянин это тоже понял. Он понял, что если это узнают, то в Египте за это очень суровая кара, за чужую жену. И поэтому он решил убить Аверама. И потом мы видим в главе шмот, как египтянин избивает еврея. Маше посмотрел туда и сюда, чтобы никто не услышал то, что он сейчас назовет четыребуковное имя Всевышнего. Маше назвал имя Всевышнего. Тайный египтянин мгновенно умер. Он скрыл труп в песке Маше. И так дальше. Мы это с вами читали. Потом это стоило Маше того, что он лишился своего высокого положения в Египте и вынужден был бежать. Их фармон хотел убить египтянина и так дальше. Но в данном случае Маше обратился ко Всевышнему. Как поступить с этим человеком, сыном египтянина, которого наследовал отца, эту ненависть ко Всевышнему, ко всему тому, что Тора нас учит. И Всевышний говорит, выведите из Астан, все общество положит на него руки и забить камнями. То есть сбрось со скалы и добить, если он останется жив. Вот самая страшная казнь с Хилла. Так и сделали с ним. Это нас учит, что поведение еврейских женщин должно быть очень скромным. Это влияет на потомство, которое происходит потом от таких вещей. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир Григорий, Павел бен Ефим, Хайамалка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Аполлина перва бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирья, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ида, Искак Шимон бен Белла Мотл, Фира бот Анна, За хороший дух Ароны Ребен Двойра, Днис бен Ахум, Авигайл бот Сара. Пусть скоро закончится эта война. Всем всего самого на лучшего. До следующих встреч.